здравствуйте уважаемые подписчики как видите что у нас здесь происходит значит это у нас сип конструкция компания сипвуд возвела стенд сэндвич сип конструкции в качестве наружной отделки может использоваться usb может использоваться green board как видите внутри сэндвича находится пенополистирол либо минерал ватная плита дальше пенополистирол либо минвата используется на фасаде в качестве демпфирующего слоя можно 50 минимум можно 100 миллиметров как видите саша показывает подход к цоколю цоколи обычно выше но так как стенд мы чуть-чуть занизили уровень и сейчас саша показывает выведение сетки между прочим саша у нас чемпион россии по фасадам для фиксации используется обычный стейплер и фасадная стеклотканевая сетка болтекс крепик с 2000 вот такая вот обратите внимание что всегда сетка монтируется с нахлёстом рулона на рулон что скобы не прямо а под углом чтобы хорошо фиксировать потому что дальше у нас приклейка будет производиться на клей пену обратите внимание приклейка на клей пену это может использоваться как на газобетон на любое основание здесь обязательно мы используем именно приклейка на каркасный дом во первых стены ровные во вторых это быстрее и третье над на цемент на цементный клей не очень хорошо клеить если будет usb на гринборд который здесь приклеится можно сделать адгезионный образ к и приклеится но это не совсем как бы хорошо и удобно самое лучшее вот это вот и вот дальше видите саша доклеивает у нас просто проходил фасадный чемпионат и мы были немножечко заняты вот вчера только очухали себя пришли и дальше обратите внимание что делает александр для того чтобы хоть практически нулевое вторичное расширение чтобы не было никаких вопросов и проблем он тут же фиксирует на прижимные втулки используем биски прижимные втулки чем интересно берите молоток бить да да нет бить сильнее прям рукой возьмите и совсем очень вы понимаете качество хороший холодный полиэтилен который не разбивается но вы сами понимаете что что люди продают обычно вам здесь что использует саша не обязательно докручивать если у вас неровное основание главное просто зафиксировать докрутиться потом ему нужно выставить плоскость хорошо это время варенишься я себя записал вашу зитку взял саживость на следующей неделе договорились спасибо видите сеточка заранее выведена для того чтобы вы понимали снизу сделать все хорошо и качественно и чтобы там не было пустого пространства вот он его примерил прочертил линию проверил расстояние потому что до саши другой человек на стенде работал и мог чуть-чуть ошибиться вот главный тест который нужно устраивать бийскому дюбелю просто бить молотком хотите попробовать качество дюбеля очень интересно стать не там то и дело что это не это бийске дюбеля от стеклоарматура очень сильно отличается плотность другая он тяжелее обычно в два раза и держится лучше всех первые тех свидетельства единство 2000 года аж первый дюбель с архитектором в россии видите надрез с одной стороны дальше можно после надреза уже пилить и за счет этого наживка сама устремляется пропел в в Продолжение следует... Отделка каркасника, Олег. Штукатурный фасад на каркаснике. То, что ты как раз очень любишь делать. А здесь мы как раз показываем технологию. И листочек и туда пошел, и здесь мы разбежку листов соблюдаем. Нам же главное сейчас показать это. А дальше обратите внимание... Нанесение клей-пены. Пистолет ведется на себя. Вот, в принципе, этого достаточно. Запиши, пожалуйста, какое-то что-то. И тут же, чтобы не было никаких вопросов и проблем, фиксация. Даже если тебе потом дюбель нужно будет вытащить. Но лучше зафиксировать. Чтобы его распластать. Потому что даже, казалось бы, и нулевое вторичное расширение, все равно какое-то оно есть. А тебе работать нужно, а не ждать 15 минут. Схватыванием происходит примерно 7-7,5. Это вот распорная... На постаемку остаются они уже потом. Их можно часть выкрутить. Можно оставить все. И вот подгонка. Дальше идет следующий лист. Видите? Если начинаете только работать, лучше его чуть-чуть выставить, как углы у избы. И потесать. Но так как мы на выставке, а у нас сейчас будет сразу идти базовый армирующий слой, мы это не делаем. Как вы понимаете, это граница нанесения клей-пены, чтобы не промахнуться. То есть, видите, вот она окантовка. Две горизонтальных полосы. Ты хочешь вертикальную? И вот тут полоску для склеивания торцов между собой. Цементным мы отступаем. Не-не-не, побольше. Она сдавливается. А цементным клейм мы бы отступили. И все. И дальше идут прижимные втулки для фиксации. Обратите внимание на качестве юбилей. Здесь мы показываем работу именно на гринборде. А на фасаде... Положи еще несколько юбилей. А здесь гринборде. Фиксация. А в газобетон идет вот такая вот распорная зона. И можно клеить на цементный клей, можно клеить на клей-пену. А вот качество дюбеля. Попробуйте молоточком. Разбивается удар с 30-го. С 40-го примерно. Саш, не надо больше. Не надо. Тебе еще разбирать это все. Я знаю, не знаю. А я знаю. Мы на работу не договариваемся. Договоримся. Договоримся. Мы все-таки не выдержали. И пока нас никто не видит, мы потихонечку включили козу для резки пенопласта. Вот видите, лучковая пила для резки пенополистирола. Нихром и трансформатор. Это для того, чтобы не летели шарики. Козой лучше, да, Саня? Да, конечно. Нанесение клей пены на лист пенополистирола. Окантовка по периметру. Пистолет что-то у тебя грязненький стал. Окантовка обязательно для того, чтобы не было циркуляции воздуха между утеплителем и стеной. Если будут просто липухи, утеплитель работать не будет. Это нужно четко понимать и четко знать. Никаких разрывов для выхода воздуха делать не нужно. Дальше Саша берет прижимные втулки и оцинкованные либо анодированные саморезы. И производим приклейку утеплителя в положенном месте. И тут же фиксация. Мне кажется, Саш, нужно переклеить лист. Ты его сдвинул. Нет? Ну переставь другим это. Выкрути тут саморез. Я просто люблю в середину первый дюбель ставить, а потом уже края. Лучше получается стыковка. Нанеси еще клейпену на него и все, что тут. Можно было просто добавить. Мы должны отработать все ошибки, которые могут у нас возникнуть во время приклейки утеплителя. Вот как раз вправление. Почему именно розового цвета? Принято так. У большинства производителей, что клей для приклейки имеет красноватый либо розоватый оттенок. Соседний закрути. Возьми еще соседей. Возьми другой. Шуруп попал. Саша нелюбимый лист. Шуруппепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепеп Смотрите продолжение в следующей серии. Этот нужно нижний подкрутить, бугорок, ступенька. Ну что?